Ленин Его образ навсегда вошел в сердце и память миллионов людей на нашей планете. Каждая черта его живого облика драгоценна для современников и потомков. Собранные в этом фильме уникальные кинокадры донесли до наших дней отдельные мгновения жизни Вадимира Ильича Ленина. В этом году была поздняя весна и в Москве еще лежал снег. День 1 мая был отмечен демонстрацией трудящихся и парадом молодой Красной Армии. Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин в сопровождении Надежды Константиновны Крупской и Марии Ильичной Ульяновой присутствовал на военном параде на Ходынском поле. Во время митинга на бывшем заводе Михельсона в августе 1918 года было совершено злодейское покушение на жизнь Владимира Ильича. Все трудящиеся нашей Родины с волнением и надеждой ожидали выздоровления любимого вождя. Могучий организм Ленина выстоял в поединке со смертью. Наступили минуты, когда Ильич мог выйти на первую прогулку в Кремле. На прогулке Владимира Ильича сопровождал управляющий делами Совнаркома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Враги молодой Советской Республики распространяли слухи, что жизнь Ленина находится в смертельной опасности. Миллионы советских людей не верили этому. Они хотели видеть Владимира Ильича. Сначала Ленин не хотел сниматься. Но зачем вам эта съемка? Меня и так много раз снимали, говорил Ленин. Но узнав, что его хотят видеть рабочие, он согласился. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! На митинге Ленин говорил, что великая всемирно-историческая заслуга Маркса и Энгельса состоит в том, что они научным анализом доказали неизбежность краха капитализма и перехода его к коммунизму. Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и Энгельса состоит в том, что они указали пролетариям всех стран их роль и задачу, их призвание подняться первыми на революционную борьбу против капитала, объединить вокруг себя в этой борьбе всех трудящихся и эксплуатируемых. В марте 1919 года в Петрограде умер первый народный комиссар путей сообщения Марк Тимофеевич Елизаров, муж сестры Ленина. Владимир Ильича с Елизаровым связывали долгие годы дружбы и совместной революционной деятельности. Владимир Ильич приехал из Москвы, чтобы проводить в последний путь товарища и соратника и поддержать в горькие минуты сестру Анну Ильиничну. А через несколько дней, 18 марта, трудящиеся Советской России провожали в последний путь одного из самых близких боевых соратников Ленина, председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Якова Михайловича Свердлова. Всенародным трауром отметили трудящиеся эту тяжелую утрату. Выступая на митинге на Красной площади, Владимир Ильич говорил, «Мы опустили в могилу пролетарского вождя, который больше всего сделал для организации рабочего класса, для его победы. Вечная память товарищу Свердлову. На его могиле мы даем торжественную клятву еще крепче бороться за свержение капитала, за полное освобождение трудящихся». Обращаясь к участникам Первомайской демонстрации, Владимир Ильич сказал, «До сих пор как о сказке говорили о том, что увидят дети наши. Но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети». Закончилась демонстрация. Владимир Ильич, как всегда окруженный народом, перед отъездом с Красной площади беседует с секретарем Московского комитета партии Заборским. В Москве в колонном зале Дома Союзов состоялся первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию. Кинообъектив запечатлел Владимира Ильича, Надежду Константиновну Крупскую и наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского среди делегатов после заседания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова